Если говорить о экспорте продукции из Приднестровья, мы можем констатировать, что примерно 61% всей экспортированной продукции региона направляется или имеет своей финальной целью европейские рынки. Если сопоставить с правым берегом Днестра, то у нас цифры почти сопоставимые. 64% экспорта молдавской продукции с правого берега направляется на европейские рынки. Если говорить об общей динамике, то можно говорить, что около 15% преднестровского экспорта, если сопоставить с тем, что экспортируется с правого берега, направляется на указанный рынок. Когда мы говорим, что ведется учет преднестровского экспорта молдавской статистической структуры, ведется этот учет, но он учитывается в отдельных графах. Так как на данный момент статистика в Приднестровье отличается частично от того, что имеет место на правом берегу Днестра, и необходима модернизация и гармонизация проведения учета. Это позволит в дальнейшем иметь сопоставимые данные и сопоставимую статистику. У нас вообще достаточно широкая номенклатура поставок нашей продукции на международные рынки, как в Российскую Федерацию, так и в Украину, так и в государство Европейского Союза. В Европейский Союз, прежде всего, поступает наша продукция легкой обувной промышленности. Также на европейский рынок поставлял свою продукцию молдавский металлургический завод, и мы торгуем зерном также на европейском рынке. Я горжусь тем, что разные наши товары я могу, общаясь со своими коллегами в разных странах, возить в качестве подарков. Я горжусь тем, что периодически мне заказывают наши преднестровские товары. Есть традиционные вещи, вроде отечественных коньяков, букета Молдавии, есть терротекс, есть чуть менее традиционные вещи, к примеру, монеты Приднестровского республиканского банка, но тоже очень востребованные. Наши товары идут беспошлино, то есть европейский рынок открыт для наших товаров. Насколько тяжело выходить на европейский рынок с точки зрения качества товаров, да, это нелегко. Требования в Европейском Союзе к качеству товара, они на сегодняшний день, наверное, самые высокие в мире. Но наши многие предприятия-экспортеры, которые традиционно продают туда товары, для них это не новость. Они работают с этими партнерами и внедряют эти стандарты и требования, поэтому они с этим справляются. Конечно, для какого-то развития, в первую очередь, наверное, надо вспомнить про сельское хозяйство, которое могло бы продавать в Европейский Союз. Извините, границы Румынии, тут 150 километров, и мы там. Тут все сложнее, на самом деле. Сельское хозяйство, кроме зерна, в Европейский Союз практически ничего не продает. И здесь, наверное, можно говорить по причине того, что мы не можем подтвердить качество нашей продукции. Мы не можем, не скажу, что соответствовать качеству, которое предъявляет Европа, но доказать это пока для нас сложно. У нас нет необходимых лабораторий, опять же, у нас нет четких правил, по которым мы должны торговать с Европейским Союзом, поэтому здесь есть определенные сложности. Продолжение следует...